Интересная тема, она заключается в том, про наям и, ну, это в целом и медитации тоже, то когда вы начинаете, вам даются какие-то техники, там, если конкретно про наямы мы начинаем дышать, мы начинаем считать, нам надо еще сидеть, лотоси, да, то есть у вас вот эти вещи, ну, опять же, прямая спина должна быть, они вас держат в осознанности, то есть они заставляют мозг работать, чтобы, ну, не сгибаться, да, спина должна быть прямая, лотос должен быть, это некие неудобства, может быть, какие-то болевые ощущения, ну, некоторые, да, то есть держать спину, это как неприятно, да, а мы ее держим, соответственно, это какое-то болевое ощущение, тот же лотос, если вы держите, это тоже какое-то некое болевое ощущение, да, и тот же счет, вы считаете еще, то есть вам считается задержки, вдох, выдох, задержки, да, 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 и вам надо на этом тоже концентрировать, и вот эти вещи, они мозг держат в тонусе, не дают возможности вообще как бы заснуть, да, там, вылететь из практики, вот, и, собственно, опять же, конечно, нужна какая-то наработка, да, в любых практиках нужна какая-то наработка, да, там, йога-нидрит, там, если мы берем, там, засыпать, да, там, в практике асан, да, там, дышать, научиться, да, там, концентрироваться, концентрироваться, ну, опять же, там, отстройку я уже не беру, понятно, все, отстроится, да, то есть нужно время в любой практике йоги, да, нужно время, чтобы какие-то вещи словить, поэтому задачи всегда есть, да, в этом-то и хорошо, чтобы мозг работал, да, то есть мы в любом случае включаем мозг, вот. Да, мы его отключаем от всего и отключаем к этим процессам, да. Да, то есть с одной стороны мы его вырубаем, чтобы он, это, не в мае, да, то есть вот все индрии, они вовнутрь уходят, но когда начинается вот эта тема такая, она интересная, я сказал, да, тем, что в итоге-то мы запетляемся, да, а когда идет запетление, оно, его свойство вырубать, то есть у нас процесс-то идет, то есть он в правильную сторону идет, да, то есть он отключается, да, от сознания, но практика йоги в целом и асан, да, там, и, ну, и на яму медитации, да, вот эта вот история с запетлением, да, всех процессов в асанах, это, там, биняса, да, то есть, ну, если мы не будем включены, там, в этот процесс, то мы просто вырубимся, то есть, ну, там, через, через, там, суринамаскар у нас, там, можем сесть, там, да, там, отдыхать, то есть нам хорошо, да, то есть все, лечь даже, да, в пранаяме, там, сейчас, да, там, можем счет потерять, там, ну, и в асанах тоже, да, там, позабыть вообще, то есть настолько людям всем хорошо, да, такой, ой, а что сейчас делать, ну, такой вопрос, да, какая следующая асана, то есть ты вроде делаешь каждый день, потом, да, уходит, то есть мозг, он запетлился настолько, что он, это, то есть это, в принципе, одна из важных таких психологических вообще техник запетления, которое вырубает мозг, и если мы возьмем, ну, давайте, да, и, собственно, медитации, да, то есть медитация то же самое, вы запетляетесь, там, на визуализациях, да, то есть одно и то же вы делаете, и вот мозг, он очень хорошо вырубает, но, собственно, да, я сказал о гипнозе, да, то есть гипноз, он, собственно, тоже делает то же самое, то есть, ну, гипноз, вот, самая главная, да, тема, которую я хотел донести, это то, что гипноз, он вырубает человека, и он по своей природе томасичный, то есть, почему, потому что человек, он бездействует, то есть его с помощью вот этих вот запретлений, его вырубает, его вырубает, и с ним то, что, ну, дыбок, чтобы там какие-то хорошие вещи, да, делали там с ним, да, там, психологи-то там используют гипноз, да, но также можно его заложить там что угодно, понимаете, да, то есть смотря кто этими технологиями пользуется, вот, но идея практик йоги, она схожа, да, с гипнозом, но отличие самое главное в том, что техника та же запетление, но она все время держит человека в тонусе, да, то есть осознанности, там, йога-нитра, да, то есть осознанный сон, то есть тоже запетление, запетляемся, запетляемся пальцы ног, пальцы рук, большой палец ноги, следующий, следующий, да, и потом, когда вы запетлились, у вас начинается уже перекрестный огонь, да, там, ухо, большой палец ноги, понимаете, чтобы ваше сознание, оно было в осознанном состоянии, понимаете, там об этом как бы прописано, понимаете, там есть техники, чтобы человек не рубанулся, не попал, просто он просто не заснул, да, не заснул, осознанный, да, йога-нитра, и то же самое в пранаяме, то есть вы здесь уже, ну, в асанах тоже у вас есть техники, да, которые дают вам возможность быть в тонусе, да, виньяса, например, да, то есть вы все время в тонусе, в асане можно залипнуть, да, там, и все, и заснуть вообще, да, а меня не дают, расслабился и поплыл, все, поплыл, все, мне хорошо, я так растянулся, а если-то еще какие-то такие ощущения, у вас там болевые были, да, и вам так хочется там залипнуть, зависнуть, и вам так хорошо, и вот я потянул свою болевую точку, она там растянулась, у меня вошла на позвоночник, позвонки стали на место, и так все классно, и в итоге так, смотришь, ты уже спишь там, да, это очень хорошо появляется в перевернутом блоке, да, где, например, там, колени, кушан, да, там, карты, асаны, вы там уже можете заснуть вообще в этих асанах, да, то есть уже так все, столько много было работы, и вы тут еще это, уже все, релакс, хочется и так уже спать, да, там расслабиться, вот, но, тем не менее, мы должны быть в тонусе, мы должны быть в тонусе, и для этого, собственно, есть практики, техники, дают вам счет, то есть если вы внимательны в конкретно в паранаяме, то, что мы делаем, вы считаете, вот видите, я тоже вылетел, да, но это нехорошо, то есть это не вылетел, нельзя так делать, то есть это показывает, что человек просто, он это в бессознательном состоянии, то же самое по Тапхе Джойсу, он говорил, да, что лед-класс, лед-класс, да, когда все вылетают, да, там, забывают, там, асаны, да, там, у меня такое тоже было, он говорил, что лед-класс это как мантра, то есть вы считаете, считаете, вы повторяете, и как только вы ошиблись, вы вылетели из этой джапы, да, вы из процесса считаете, то же самое в асанах, я считаю, считаю, там, раз, один, что-то в другую сторону, там, у меня такое тоже было, в Майсоре, я в Майсоре тоже, там, что-то пупим, практикуем, я раз, утхита хаста падангушт хасана, я отвожу, лежа, отвожу ногу, супта падангушт хасана, я отвожу ногу, лежа, смотрю в другую сторону, а он другую асану делает, я такой думаю, ха-ха, а сейчас ему вылететь, и на меня такие, Раш, what do you do, и я такой понимаю, что это на меня, но русских ядом не было, я такой смотрю, и все делают другую асану, я такой, а, понимаете, то есть мозг рубанул, да, там уже по инерции пошло, вот, поэтому это дает свои наработки, естественно, мы же работаем с вниманием, а когда вы работаете с вниманием, вы получаете, ну, достаточно большой результат, вы прорабатываете уже более тонкие сферы мозга, и мы, у нас целая лекция была по работе с вниманием, вы должны помнить, как работает мозг, какие результаты мы получаем от этого процесса, вот, поэтому, собственно, это самое главное, так сказать, составляющая практики йоги, внимания, то есть я все время говорю даже начинающим, да, что если, ну, и на курсах, да, там, каких-то теоретических, что если нам не дают практику дыхания и внимания на первых классах, не обговаривают хотя бы ее, да, там, что она есть, то тогда это уже по определению не йога, то есть это можно, там, пилатесы, там, и все остальное, там, растяжки, да, там надо растянуть, да, там, но о чем мы говорим, то есть как бы о йоге или просто надо растянуться, то есть тут такие вопросы, как бы, надо решать по себе, чем вы занимаетесь. То есть получается, Георгий, что самая главная работа это с мозгом, я так поняла, у нас идет, ну, с сознанием. Конечно, конечно, Маданжели Йогусу сразу определяет это положение. Йога, Читта, Вритти, Родхага, это мы сегодня будем поговорить, да, Йога, это устранение, колебания, сознание, понимаете, все. Мы должны, я все время говорю, возвращаться к стокам, то есть о чем речь, чем мы занимаемся, вот вы чем занимаетесь, вы ходите гулять, да, там, в парк, да, то есть у вас должны быть птички обязательно, да, должны быть птички, они должны птички, да, то есть у вас шумов должно быть минимально, да, то есть в парке, в парке, да, то есть вы должны там свежий воздух получить обязательно, да, чтобы был результат, и тогда вы как бы реально сходили в парк и получили от этого удовольствие. То есть, ну, когда мы говорим о Йоге, да, то вот первые две концепции, которые должны быть, то есть если этого нет, тогда не надо просто говорить, что мы занимаемся Йогой, то есть мы занимаемся чем-то похожим, да, там, ну, даже непонятно похожим, то есть если мы уберем уже внимание, то как бы это просто будет, если мы непонятно как дышим, да, там, то это тоже, ну, конечно, есть стадии, да, все время говорят, ну, а если я не могу? Ну, конечно, там сначала мы там отстраиваемся, да, там, потом мы начинаем дыхание запускать, да, потом внимание, все понятно, то есть степ-бай-степ. Я сейчас говорю как бы о формулах, знаете. Вот, поэтому все время надо себе честно признаваться, чем я занимаюсь. То есть, и тогда вопрос-то в чем, да, то есть, как бы я занимаюсь йогой, да, и вот если человек, он занимается йогой, но он занимается, вот какой-то формат берет такой растяжек там и всяких там выстраиваний там, и как-то у нас очень много отстроек, там, вот это вот все красота там какая-то. И потом мы встречаемся там лет там к 80 все, да, человек 20-30 собираемся, да, и выясняется, что тот, кто занимался вроде бы йогой, но он там отстраивался, то результат как бы мы видим, да. То есть, с людьми можно поговорить, и мы видим, что люди разными вещами занимались. Хотя йог, это все йог. Понимаете? То есть, эта история очень хорошо появляется. Вы общаетесь с людьми, и вы понимаете, кто о чем говорит, да. То есть, кто там поесть, где поесть, где там вкусно поесть, кто там не решил вопросам с питанием, да, там какие-то непонятные вещи ест. То есть, ну, все. Вот все. А практика я одна. Практика одна. То есть, вы занимаетесь учителем, все классно, но результат разный. Вот поэтому тут надо, ну, как бы, без вариантов. то есть, с этими вещами надо в самом начале разбираться, я считаю, чтобы потом не оказываться, да, там, к 80 годам и непонятно, чего получил человек. Ну, как бы, да. Вот. Поэтому тут и надо изучать, изучать. Да, да, это верно. От новых, классику, да, классика, откуда, что учителя говорят. Учителя. Не в Инстаграм, Фейсбук, да, а я учителя. Тогда мы как-то более-менее можем потихонечку идти реально как бы в этой струе как бы йоги. И она нам реально даст плоды, потому что она описывает. Самое главное, что вот это еще тема очень важная, да, что она-то нам описывает какие-то состояния, там, да, какие-то переживания, там, духовные реализации, мистические какие-то там вещи, да, которые с человеком могут приходить. Он там, у него должна быть сила слона, там, когда он делает пранаяму, медитацию, да, там, у него там должно быть сильное тело, светящееся, да, все, у него аура там должна быть светлой, то есть от него должно быть идти излучение, да, там, то есть вот где оно, то есть мы выполняем все одно и то же, вроде бы, поем одни мантры, делаем одну и ту же практику, но в итоге нет этого, то есть все, что описано в йоге, это для нас, ну, вот это вот Сиапатанджи йогу с утра, там, хатха-йога прадибика, там, бха-гита, для нас это какая-то вот, ну, просто философия, вот есть моя практика есть, да, а это вот какая-то, ну, что-то там такое мистическое, там, какое-то мифологическое, да, та-та-та-та-та-та, и в итоге как бы, ну, Ну, есть оно и есть. Ну, да, там, а я здесь причем. У меня есть вот практика моя. Ну, как бы, да. Но учителя говорят, что надо возвращаться смотреть, иногда заглядывать, да, что там прописано, там, что там есть, да, там, человек, что должен практикующий есть, там, все это описано, понимаете, там, все это описано. Конечно, надо с комментариями, да, там, тех людей, которые, по опыту у них есть, да, там, желательно, чем больше, тем лучше, да, там, не после сертификата йоги, да, а у которого есть, да, там, чем больше, тем лучше, да, там, 20-30-40 лет учителя. И тогда у нас, ну, у нас будет практика, ну, как бы, качественная, она будет более насыщена, потому что есть опыт, вдохновение, мы подчерпываем знания у тех людей, которые этим жили всю жизнь. Вот, тогда результат, как бы, будет, и нам захочется концентрироваться, возвращаемся, так как мы знаем, зачем мы это делаем конкретно, да, а не просто сидим там, на сколько времени. Что мы там затыкаем, не затыкаем, вообще, там уже голова, ну, некоторые дышат, да, там сидят, все сидят, там дышат, а и один, там, два, три. По сторонам, да. Ну, да, ну, то есть, бишь бы уже закончилось, уже все сделал, понимаете, уже комплекс там все сделал, да, и вот там. Да, 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 да. Это, ну, это про наяму, это не про наяму. Да, конечно, конечно. Ну, и, соответственно, результат, то есть вопрос-то в чем? И результаты никакого. Конечно, 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 а где, а где, а где результат, а откуда он появится? Да. Поэтому садана, она, ну, мы сейчас будем говорить еще, но мы тогда потихонечку, наверное, переходим, да, к... Да, да. Ну, и в итоге, как бы, вот оно, то есть люди, как бы, занимаются, да, а результата нет. То есть, ну, откуда результат? То есть результат будет тогда, когда у нас только будет стабильная практика. То есть садана. Три вещи, самое главное, это садана стабильная, надо еще разбираться, какая она там, целая философия. Мы отдельно делаем семинар, поэтому как улучшить садану, это будет дальше у нас через какое-то время. А потом вторая, это должна быть обязательно саданга, общение. Там тоже есть три вида саданги. Саданга – это с теми, кто, ну, как сказать, по уровню, так сказать, развития, ну, не с точки зрения как бы выше, да, а с точки зрения ответственности. То есть мы с ними общаемся им, рассказываем, да, потом есть те, кто такие же, как мы, мы делимся опытом своим, да. И третья саданга – это с учителем, который дает нам знание, наставление, которое мы потом уже начинаем прорабатывать. То есть вот эти вот три саданга, да, то есть садана, саданга. Да, и, ну, опять же, в разных традициях там разное, да, там, но если мы берем, например, шиваитский, там, вайшнавский, да, там, вайшнавский – это будет сева, то есть это будет служение. То есть у вас какое-то должно быть служение. Вот, ну, в принципе, оно везде есть, оно не только в шиваитских тоже там есть служение, да, там все служат и будут. То есть там есть учителем, у него есть какая-то обязанность, он может помогать там своему городу, там, какие-то вещи делать, своему, там, поселу, где он живет, да, там, в деревне, да, там, еще где-то. То есть он служит, он выделяет часть денег, да, там, на какие-то проекты социальные, местные, да, там, коровам, да, там, коровники там обустраивают, ну, много чего, понимаете, то есть у него все равно служение. Служение – это, в принципе, это, мы это говорили, это саната надхарма, да, то есть это естественное желание человека делать вечные, вечные принципы, которые заложены в живом существе, да, хомо сапиеси. То есть мы либо мы служим, как бы, май, да, там, либо мы служим, то есть нам все равно, все равно у нас заложено, да, то есть мать там, она служит ребенку, да, там, она не может не служить ему, да, то есть она делает все, все, что он, ну, как бы требуется, да, для этого. Ну, это ее природная обязанность, да, это. Конечно, я и говорю, что это, в нас это заложено, в нас это заложено, да. В нас заложен принцип служения, вопрос, как бы, кому мы служим, понимаете, то есть либо мы служим… Можно я бы служить, Георгий, послуживаю. Да, депутат кинул, да, там, кому-то, да, там, которому в итоге-то это, может быть, и не надо, а он с вас просто энергию сбирает, и все. Либо вы служите, как бы, людям, которые… у вас идет обмен, обмен энергии, понимаете. Вот, это очень важно. Либо вас просто используют, да, либо вы, как бы, напитываетесь, да, понимаете. Вот, поэтому вот это очень важно. То есть еще раз, садана, сатсанга, сева. То есть в йоге это заложено. Да, в йоге это заложено. И тогда будет успех в практике, все. Если что-то нет, все, ну, как бы, все начинает вылетать. Мы это не видим, да, мы это не чувствуем, не ощущаем, не знаем, нам это не говорили. Но если просмотреть человека, который вылетает из практики, да, или у него начинаются какие-то вот… Ну, он начинает опаздывать, он начинает слетать с практики, он начинает, там, непонятно, чем заниматься, то мы просмотрим и сразу увидим, чего-то не хватает вот от этих компаний. Либо это, либо это, либо это. Все. Так, окей, а это мы ответы на вопросы. Сейчас начнем уже следующую тему. Спасибо. 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 Спасибо.